Уважаемые коллеги, проблемы экологии в настоящее время очень актуальны. Здоровье и благополучие современного общества невозможно представить без безопасной экологической среды. Каждый человек имеет право на здоровую и деятельную жизнь в гармонии с природой, с экологически чистой и благоприятной для него окружающей среде. Социально-экономическое развитие должно быть направлено на улучшение жизни всех людей, сохранение природы и природных ресурсов, усиление ответственности за деятельность, наносящую ущерб окружающей среде. На Всемирном саммите по устойчивому развитию принята декларация, в котором все страны взяли на себе коллективные обязательства способствовать прогрессу и развитию трех взаимосвязанных измерений. Это первое – экономическое развитие, второе – социальное развитие и третье – защита окружающей среды. Экономическая эффективность, социальная справедливость и экологическая безопасность должны в равной степени определить основные критерии устойчивого развития. Право на развитие должно осуществляться так, чтобы обеспечить равенство взаимовыгодного экономического развития и сохранение окружающей среды как для нынешнего, так и для будущих поколений. К сожалению, мы сегодня не можем говорить об устойчивом развитии без решения экологических проблем. В Республике Молдова их много, и, к сожалению, они политизированы. В период с 2005 по 2009 года, когда партия коммунистов была у власти, для исполнения программ деятельности правительства было разработано и принято много законодательных и стратегических документов. Одним из таких документов является стратегия по водоснабжению и канализации населенных пунктов Республики Молдова, согласно которой до 2015 года все населенные пункты были бы обеспечены качественной питьевой водой и канализацией. Планировалось осуществлять водоснабжение из рек Нест и Пруд по 10 магистральным трубопроводам, которые бы охватили всю страну. В области утилизации отходов была разработана национальная программа по использованию отходов производства и потребления, призванная обеспечить внедрение грамотных высокотехнологических проектов по решению этой проблемы. Согласно разработанной государственной программе по регенерации и увеличению лесного фонда, предусмотренной на период 2003-2020 года, ежегодно проводилась планомерная озеленительная работа. Таким образом, с 2002 по 2009 года площадь лесных насаждений увеличилась на 60 тысяч гектаров. В области геологии минеральных ресурсов был разработан кодекс о недрах, в котором акцент ставился на рациональное использование минеральных ресурсов, так, чтобы их хватило будущим поколениям в полном соответствии с концепцией устойчивого развития. Но, к сожалению, все это за последние пять лет было уничтожено, затоптано, задушено. К концу своего мандата нынешние власти оставили жителей Молдовы не только без банков, аэропорта, школ, больниц, детских садов, но даже без природных ресурсов. Все в Молдове подделено по политическим критериям, в том числе и природные ресурсы. Многие их действия можно расценивать как криминальные, как угрозы национальным интересам и безопасности нашей страны. Например, вообще известно, что в Республике Молдова проблема водных ресурсов стоит очень остро. Запасы питьевой воды очень ограничены. Водоснабжение Республики на 70% происходит в основном из поверхностных источников. Это реки Прут и Днестр. И только 30% приходится на подземные воды, включая грунтовые. Река Днестр – это стратегический объект. Для нас охрана этой реки должна быть приоритетной. Только в муниципе Кишинев на 93% снабжается водой из Днестра. Но несмотря на это, ради обогащения своих личных карманов, сегодняшняя власть идет на сомнительные действия, нанесящие ущерб, серьезный ущерб экологической безопасности водных ресурсов. Например, в феврале 2011 года между тогдашним премьером Владимиром Филатом и премьером Украины Юлией Тимошенко был подписан протокол, а затем и межправительственное соглашение, в котором нынешние власти призвали право собственности Украины на Новоднестровскую ГЭС. А потом еще и передали 15 гектаров молдавской земли для обеспечения функционирования Новоднестровской ГЭС. В результате, первое, Республика Молдова осталась без земли. На этой территории строится гидроаккумулирующее водохранилище площадью 2 км2 объемом 40 млн кубов. Следовательно, что в случае каких-либо технических неисправностей под угрозой наводнения и исчезновения даже могут оказаться низлежащие молдавские села, как, например, Наславча и другие. Второе. Функционирование этого комплекса приведет к катастрофическим изменениям в экосистемах реки Днестр. Достаточно отметить, что в процессе закасчивания и сброса воды по трубопроводу более 90% планктонных организмов погибнут. Практически в Днестр будет возвращаться техническая вода. Уровень воды в некоторых районах уже снизился на полтора метра. Уже исчезли более шести видов рыб. Водная растительность, характерная для рек, сменяется той, характерной для болот. Другой выпающий пример – так называемая модернизация водопровода «Сорока-Бельце», который, кстати, был реконструирован нами в 2002 году. Нынешние власти взяли кредит в 1,2 млн евро, который был потрачен на так называемой студию дефизабилитати, то есть на оценку целесообразности передачи его в частные руки, в то время как эти деньги можно было использовать на обеспечение нескольких городов водопроводными сетями. И таких примеров очень много. Что мы предлагаем для решения этих проблем? Во-первых, внедрение уже разработанной стратегии, где очень четко, поэтапно написаны конкретные шаги по водоснабжению и канализации. Второе – внедрение системы оборотного водоснабжения на предприятие с целью сбережения энергии и ресурсов, а также внедрять механизмы стимулирования. Третье – повышение ответственности государственных структур за разработку политики в этой области, а также обеспечение контроля. В области утилизации отходов ни для кого не секрет, что ситуация в стране в этой области катастрофическая, можно сказать. Несмотря на тот факт, что Министерство окружающей среды регулярно докладывает о миллионных расходах на разработку национальных и региональных стратегий, но решению проблем у бытовых отходов не решается. Самая большая проблема в стране сегодня – это несанкционирование складирования отходов, в том числе и в муниципе Тишинев. Несанкционирование складирования мусора, например, в районе села Бубуечь, началось с 2011 года, и до сих пор на эту свалку было свезено около 6 миллионов метров кубических мусоров. Это все завалено просто на земле. Специалисты уже регистрируют тревожную статистику, что в зоне, это рядом с нами, рядом с Кишиневым, уже на 30% увеличились случаи раковых заболеваний дыхательных путей. А в колодцах аммонийная группа превышает предельно допустимые в 500 раз. К сожалению, Министерство окружающей среды, тот самый орган, призванный контролировать четкое применение закона в области защиты окружающей среды, их же и нарушает, выдавая лицензии на сжигание мусора. Несмотря на то, что сжигание мусора запрещено законом, на то, что данный метод утилизации отходов наносит огромный вред здоровью людей и окружающей среде, абсолютно игнорируя тот факт, что это устаревшие методы и западные страны взяли на себя обязательство свести к минимуму количество мусоросжигательных заводов к 2020 году, нынешние власти лоббируют эти производства. Вполне возможно, что столь настойчивое желание построить в Молдове мусоросжигательный завод преследует другую цель и именно импорт высококалорийного мусора из стран Европы, поскольку только такого количества отходов, которые было бы достаточно для поддержания мощностей завода и рентабельности завода в Молдове нет. Да и Европа ищет пути избавляться от токсических отходов, экспортируя их в третьи страны. Но, уважаемые коллеги, принцип «жечь» все, что может гореть, положенный в основу этих заводов, нам не подходит. Не говоря о том, что прямо противоречит современному представлению об обращении с отходами. Принцип 3Р – это экономия, повторное использование, утилизация. Мы, в отличие от нынешней власти, не можем игнорировать тот факт, что согласно статистическим данным, представленным Организацией экономического сотрудничества и развития, которая проводила исследование негативного воздействия мусоросжигательных заводов на население, проживающие в зоне действия, Например, в Швейцарии обнаружено рост раковых заболеваний в 3,5 раза, пищеводов – в 1,5 раза, рост смертности от рака желудка – в 2,8 раз, в Италии отмечено в 6,7 раз вероятность смертности от рака легких, в Авиакобритании отмечено увеличение на 37% смертности от рака печени, а в Бельгии обследование населения показало увеличение на 26% вероятности возникновения врожденных уродств. Вот цена сомнительных действий нынешних властей. Наоборот, мы считаем, что необходимо внедрять новые технологии, которые помогут решать не только проблемы отходов, но и создавать альтернативные источники энергии. В этом контексте необходимо осуществить сортировку и переработки мусора. Все то, что способно гореть, способно быть использовано вторично. Например, бумага, картон, дерево, текстиль, пищевые отходы в виде сырья для вторичной переработки, либо в качестве компоста. Тем самым мы не только снизим цены на товары, изготовленные из переработанного мусора, но и будем способствовать снижению использования природных ресурсов, что обеспечит их более рациональное использование и сохранение. Например, утилизация отходов из стекла сможет снизить объем добычи кварцевого песка, а утилизация отходов из картона приведет к меньшей вырубке лесов. Часть отходов, которые не подлежат переработке, может быть использована как энергетический ресурс в виде метана, получаемый методом анауровного обрежения, который может быть переработан в электро- или в теплоэнергию. Необходимо построить 3-4 завода по всей стране, создать необходимую инфраструктуру для сбора, перевозки, транспортировки, сортировки и утилизации. При помощи современных технологий можно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, а в результате получать финансовую выгоду на основе механизма чистого развития Киотского протокола. Молдова, как страна, в которой нет крупной промышленности и, соответственно, нет превышения предельно допустимых выбросов по ЦА2, имеет право продавать квоты. Если бы такие проекты были внедрены в муниципе Кишинев, как мы предлагали еще в 2007 году, где на Ценцеренской свалке уже складируется свыше 30 миллионов тонн мусора, то сегодня мы бы уже получили прибыль в 10 миллионов долларов в течение 8 лет. В области недропользования. Что касается пользования недрами и минеральными ресурсами, то основные проблемы здесь состоят в хаотичной добыче полезных ископаемых, нерекультивации карьеров, коррупции, искусственно завышенной цены. С 2009 года разрешение на добычу, передачу и пользование в пользование месторождений проводилось с нарушением законодательства и всех мыслимых норм. Результат. Исчезновение тысячи гектаров плодородной земли, повышение угрозы оползней для сотен населенных пунктов. Так, например, из-за передачи в 2011 году пища и нагревильного месторождения в Кабуско будут уничтожены, вдумайтесь только, 850 гектаров. Высококачественной сельскохозяйственной земли с бонитетом 70 баллов, оснащенных ригателонными системами, которые являются собственностью государства, а также частью собственности жителей Кабуско. В сфере геологического надзора контролирующий орган, то есть Агентство по геологии и минеральным ресурсам, находящийся в подчинении Министерства окружающей среды, при политическом прикрытии, организовало настоящую криминальную схему. Только за период 2010-2011 годы были выданы 17 экспертных заключений по оценке взаимодействия на окружающую среду в результате незаконной добычи полезных ископаемых. Общий ущерб составлял 42 миллиона леев. Из-за того, что высокие должностные лица крышуют этот незаконный бизнес, штрафные санкции были наложены только на 22 тысячи. 42 миллиона и 22 тысячи. То есть в бюджет поступило только лишь 0,05% от вышеуказанной суммы. Вот откуда надо взять деньги. Согласно официальной информации, представленной Генеральной прокуратурой, по-моему... Дмитрий Борисович, извини, пожалуйста. Генеральная прокуратура, она нам на выборы не повлияет никак. Нет, так я скажу, что надо делать. А, давай, скажи. Поэтому надо показать все. Были заведены 20 уголовных дел, из которых только в отношении должностных лиц. Но после выбора так называемого президента все это было прекращено. Меры, которые мы предлагаем. Во-первых, внедрение кодекса, который был разработан и принят в 2009 году. В данном кодексе существуют все рычаги, необходимые для решения проблем в сфере недропользования. Начиная с перечения недр, контроль добычи и многое другое. А также создание фонда, специального фонда, средства которых могут быть использованы на рекультивацию. Разработка стратегии эксплуатации подземных ископаемых с тем, чтобы определить потребность и сопоставить их с имеющимися ресурсами. После утверждения такой стратегии будет остановлена хаотическая передача в пользование и добыче полезных ископаемых. А также регулирование ценообразования для продажи полезных ископаемых и многое другое. В секторе управления лесным фондом за последние 5 лет в области управления лесным фондом творится как во всех сферах беспредел. Молдова стала экспортером леса, имея только 11,1 территории покрыты лесом. Согласно международным нормам, этот процент должен быть минимум 20%. Сегодня в стране практически повсеместно идет сплошная вырубка лесов даже в заповедниках. Массовая вырубка леса влияет на уровень загрязнения воздуха, на количество осадков, повышение опасности возникновения засухи и оползней. Для улучшения ситуации в этом секторе мы предлагаем, во-первых, расширить лесной фонд к 2020 году, особенно на деградированных участках, минимум на 5%. Противоздействие незаконным вырубкам посредством наложения серьезных штрафных санкций, прекращение экспорта древесины, прекращение выделения участков лесного фонда для организации отдыха, пересмотр законодательства для предотвращения различного оттолкования и применения законотворчества, отбор квалифицированных работников на основе критерий профессионализма, а не политическим критериям. Для реализации вышеуказанных задач в области экологии предлагаются следующие источники финансирования. Первый – это национальные и местные экологические фонды. Уважаемые коллеги, эти фонды должны быть направлены на финансирование экологических объектов, экологических проектов, а не финансирование командировки министров и других. Глобальный экологический фонд, поскольку мы платим и платили взносы, и мы можем из этих фондов, так как у нас есть и трансграничные реки, и мы знаем все, что экология не имеет границ. Средства привлечены от продажи квот на углекислый газ в рамках механизма Кетского протокола. И здесь есть у нас очень большие возможности, очень большие квоты. В заключение хочу сказать, что развивать современную индустрию в Молдове, принимая во внимание экологическую составляющую, можно и должно. У нашей страны есть потенциал, но, к сожалению, ею на сегодняшний день руководят бездарные и недалекие правители, особенно в области экологии, которых заботит только собственная семиминутная наживая выгода. Изменить эту ситуацию можно, только если государством будет управлять такая ответственная, компетентная, некоррумпированная команда, как команда партии коммунистов. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ